Слава Богу, братья и сестры, приятно быть в Доме Божьем. Светом Небесным путь на Голгофу нам озарил, путь на Голгофу нам показал Светом Небесным. Это как раз будет в моей теме сегодня. Назвал я даже, не люблю проповеди называть, но разоблачить тьму. Там, где мы видим тьма, куда нам надо повести свет, показать свет. И вот сегодня такой праздник на улице потемнело, сейчас начали там, наверное, ходить уже, стучаться, может и в наши дома. Но праздник нечестивый, праздник не светлый, не святой и не небесный, да? Праздник от тьмы, от смерти и от нечистоты. Но я бы хотел открыть сегодня это Ефесянам, пятая глава, восьмой по тринадцатый стих. Это будет, это написано в новом русском переводе, простите, извините. Он больше, похоже на мою английскую Библию, просто русские слова переводятся. То есть, если не те слова, как на синодальные, то извините. Восьмой стих. Когда-то вы были тьмою, но сейчас, когда вы в Господе, вы встали светом. Живите, как дети света. А плод света, а плод света, это всякая доброта, праведность и истина. Старайтесь разузнать, что приятно Господу. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Напротив, обличайте эти дела. О том, чем такие люди занимаются, втайне даже стыдно говорить. Но все тайное при свете становится явным. В это, можно сказать, такое нелегкое время, с тех пор, как Иисус Христос воскрес, последние дни. Двутысячные лет спустя, это все равно последние дни. И как близко мы видим это все сегодня. Но здесь Евисянам очень много затрагивает. И первое, что это, я вас возлюбил, и теперь вы дети света. По-английски children of light. В другом местописании пишется, теперь потому что вы дети света, не возвращайтесь назад к похотям вашим земным, которые у вас раньше были. И здесь описывает, теперь потому что вы дети света, дети Иисуса Христа, познавайте то, что Он любит, то, что Ему приятно, те благословения и то, что Он очень сильно любит. Но окончание вот этих пару стихов, о том, что я бы хотел посмотреть, это не принимайте часть в том, что во тьме, но наоборот освещайте тьму, чтобы те, кто видели это и знают, и заблудшие в этой тьме, чтобы этот свет приходил в ту жизнь, чтобы свет приходил в эту тьму. И когда свет приходит в тьму, то мы все знаем, что оно освещается. Теперь видно, теперь свет небесный там. И за счет даже сегодняшнего праздника я так рассуждал. И приятно было, да, сегодня утром прошло служение, и Дима Женоваков слегка затронул, но мы не тратим время на вот эту пустоту, потому что эта тьма, она нам пользы не приносит. Но я верю, что как верующие, как христианины, которые любят Иисуса и Бога, как личного спасителя, мы должны освещать. Тем более тем, вот у меня маленькие дети. Когда мои дети растут, я должен им освещать ту тьму. Я должен им рассказывать, что это плохо, но а почему оно плохо. И когда я им рассказываю о том, как свет, почему это все плохо, и как свет Иисуса Христа освещает эту всю тьму, оно показывает им, что это все ерунда. Что вот эта тьма, сейчас люди на Хэллоуин, если вы поизучаете, если вы послушаете, и что люди, как ex-satanists, те, кто раньше служили, даже может дьяволу, правая рука там, например, и Бог, и они покаялись, и теперь служат Богу. Они когда рассказывают о тех ужасах, которые происходят даже в этот вечер, что ведьмы, что те witches, or witchlords, все, что связано с вот этим нечестивым, с этой силой всей, то они на Хэллоуин, они приносят жертву. И доходят до того, что даже жертву людей. Кровь зверей, кровь людей. Мы об этом не знаем, может, но оно происходит сейчас. Они колдуют, даже говорят, что они вот эти конфеты молятся, чтобы они как проклянались, чтобы через эти, как-то двери открылись, всеми к детям, к родителям, доступ, чтобы был. И они вот этот день, они влаживают. Но что интересно, это даже не заканчивается здесь. Вот в чем суть. Оно не только на этот сегодняшний вечер, можно или на этот их, можно называемый сказать, праздник. Это не праздник, это день, можно так сказать, чтобы дьявол взял себе в руки. Но в чем суть, что оно не заканчивается здесь. Говорил там один, что самое так же развратное время, когда колдуны и все вот эти, они очень сильно работают, это как раз до рождения Иисуса Христа. До Крисмоса, можно так сказать, да? Мы задаемся вопросом, почему? Знаете, почему? Потому что говорят, что когда верующий народ должен самосильно молиться и благодарить Бога за то, что Иисус Христос родился на эту землю в этот день, в этот праздник, очень часто мы засараемся теми мыслями, что подарить друг другу, как удивить кого-то, как удивить каким-то dinner, каким-то вечером. И мы забываем о самом важном. И оно так каждый день. Суета-сует. Чтобы знали, что мы, чем я хочу сказать, чтобы мы знали, что происходит вокруг нас, даже сегодняшним вечером. Когда мы объясняем детям своим, мы не только им говорим, что это плохо, но мы говорим, почему это плохо, как оно работает, и как Христос, что оно нам не имеет силы, что оно на нас не действует, если Христос на этом месте. Если Христос освящает наш дом. Деяния. Деяния, 26 глава, 18 стих. Это где Иисус говорит апостолу Павлу и отправляет его проповедовать язычникам. «Чтобы открыть им глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы грехи их были прощены и чтобы они тоже были среди тех, кого я освятил верою в меня». Здесь о чем говорится, что люди, которые живут в тьме, братья и сестры, я раньше жил в тьме, пока Иисус Христос мне не открыл глаза, пока я не склонился и пока я не попросил прощения. Эти люди, которые находятся за дверью церковью, живут во тьме, язычники, мы, все мы вместе, но Бог посылает апостола Павла. Я хочу, чтобы ты и шел, чтобы открыть им глаза через Слово Божье, через Писание, через Крест, чтобы они поверили в меня, но не только, чтобы они поверили, забрать их от сатаны, принести к Богу, а потом, чтобы вы вместе сидели, как святые, здесь на земле, но и также на небе. Задается следующий вопрос. Как часто мы в жизни своей смотрим на кого-то? У меня так было. Когда тем более выезжаем куда-то свидетельствовать, проповедовать, и ты знаешь, что это резон того, почему ты находишься в другой стране или в этом портлоне. Но бывает, ты смотришь на человека, и тебе кажется, и как-то мысль такая приходит тебе на разум, ему спасения нету. Ты видишь, какой он уже погибший? Ты видишь, что он уже застрял в этом всем, он еле ходит на своих ногах. Ему нету спасения. Он не возьмет вот это. Он не покается. Я задаю себе вопросом, откуда эта мысль? Откуда эта мысль? От Бога? От Иисуса Христа, который пришел на эту землю, чтобы за каждого умереть, и чтобы каждый, желая, чтобы каждый увидел этот свет и покаялся, и пришел к нему, то приходит ответить ко мне на тот вопрос, что это мысль от дьявола. Я знаю, родители многие, может, мои такую ошибку тоже делали. Я сейчас об этом размышляю, но проезжаем мы и видим, как поконченного человека, если так можно сказать, простите за такие слова, но этот человек плохой и делает плохие дела. Смотрите, он курит, он такой пьяный. Это я так уже своими словами. Подумайте, ничего. Своими словами. Как часто мы это делаем? Мы стараемся своим детям или стараемся кому-то объяснить, что это плохо, но мы не объясняем до конца, почему это плохо, потому что в них нету света. И этот свет мы им можем показать. Вот теперь, дети, давайте мы сейчас, вместо того, чтобы посмотреть на него боком и не помочь ему. Давайте мы сейчас помолимся за него в машине. Вот интересно, у меня не было такого в детстве. Может, у кого-то было, может, кто-то меня исправит об этом. Но такая мысль задается, почему очень часто мы смотрим на людей и мы не видим свет Божий в них. Ну, там его нету сейчас, но мы, те доносители света Божия. Интересная мысль, да? Давид Вилкерсон в свое время сказал, я перевожу это, но если люди в Нью-Йорке пойдут в ад, да будет это по их неному решению, но не потому, что они не знали о небе. Если люди в Портленде или в нашем районе или в нашей работе пойдут в ад, то будет это потому, что они это выбрали, а не потому, что мы им не нанесли тот свет, что мы промолчали, что мы не молились за них. Да будет это их ненарешение. Это, конечно, это ужас, но это их ненарешение. Бог нам дает решать самим. Интересная тема была у Николая Захаровича последних два воскресенья предыдущих. Мне очень понравилось. О прокажении. Leprosy в английский. Нейман, больной. И доносится слово от девочки маленькой. Доносится свидетельство от маленькой девочки. И он слышит это, верит в это и идет. Но мне задался такой вопрос. Мы как знаем, да, что Leprosy, проказа, это может быть грех, это может быть телесное, плотское, духовное. Но мне такой задался вопрос. Если вот Нейман или кто-то из наших начальств, знаем, что они уничтожают христианский народ, зная, что они делают нечистую работу, но они заболели и не услышали о нас, и они зашли в наш дом. Или они заходят в нашу церковь. Как мы бы поступили с ними? Что бы мы им сказали бы? Вот если наш губернатор сегодня заходит и скажет, например, что я слышал, я слышала, что у вас здесь Бог живой, что Он исцеляющий, я болею. Я болею. Что вы можете мне сделать? Как верующие, что мы бы сделали? Какие мысли бы нам начали бы всплываться на разум? Это неправда, это брехня, это что-то не то, не может такого быть, что она хочет исцеления. Она прошла просто исцелиться, не покаяться, исцелиться. Донесли бы мы ей правду, донесли бы им мы свет небесный, показали бы им Иисуса Христа. И теперь эта девочка знала правду. Свидетельство такое маленькое, у меня мой сын Загарчик, двухлетний, заболел пару дней назад, и мы ему, я, короче, один раз упросил его взять таблетку, дал ему таблетку, он сразу все вырвал, да? Я ему, короче, все умыл, помыл, положил опять в кровать, говорю, выпьешь вторую? Он говорит, нет. Я говорю, ну окей, ладно, можно помолимся тогда? Он говорит, да, ты молись, ты молись. Короче, помолился за исцеление, все, ну пошли спать, все. Теперь едем назад домой, это мы возвращались поездки, едем домой, моя жена Наташа вспомнила, мы ему таблетку не давали, надо дать, сбить температуру. Она ему говорит, давай, Захарчик, таблетку выпьем, чтобы сбить температуру. Она говорит, нет, меня Иисус исцелил. Все, ну мы видим, он лежит больной. Вера, дитя, вчера ночью, он очень, конечно, плохо был, я там даже в миссионерской группе написал, с кем мы дружим, говорю, молитесь, пожалуйста. И я на собрании сижу, а знаю, что Наташа уже на 12.30, а поэтому заказала идти с ним в больницу. Пишет мне, короче, не идем никуда. Он как узнал, говорит, что ты меня повезешь, Бог меня уже исцелил. Поверь, дитя, поверь, дитя, я приезжаю домой, он как раз только проснулся, он сразу и кушает, и бегает уже, когда вчера ночью, я его в руках всю ночь продержал, потому что температура высокая, ему плохо было. Я говорю, вот, вот, дитя, вера, дитя. Слава Богу, братья и сестры. Ну, как часто у нас такая вера есть? Вот эта маленькая девочка Неману донесла слово, что там есть исцеление. Учим. Знают ли наши дети, что наш Иисус исцеляющий? Что наш Иисус, Он тот, Который приносит свет во тьму. Что когда они идут в школу, и здесь им говорят о Халувине, все о том, что они могут встать и сказать, у нас есть Иисус, когда в вашу темноту Он приносит свет. По-простому. В кого мы верим, в Нем есть сила. Доносим ли мы вот эти слова? Доносят ли наши дети эти слова к тому миру, который живет за этими стеной? Ну, а теперь, а теперь, если мы и верим в исцеление, в свободу, в исцеление души, в исцеление тела, в ту свободу, которую Иисус Христос дает, в любовь, в то терпение, которое Иисус Христос нам показывает, если мы в это все верим, показываем ли мы вот это тем, кто окружает нас? Иисус, или можно сказать так, я сегодня задаю себе вопрос. В церкви, в служении, прихожу ли я сюда служить, или чтобы мне служили? Чтобы мне все нравилось? Чтобы меня, вокруг меня здесь бегали, что-то мне делали? Или прихожу я служить? Иисус Христос сказал, я пришел с вам служить, но чтобы не быть служимым. Came to serve and not be served. Это так Иисус сказал. То теперь, когда мы приходим в церковь, когда мы выходим с церкви, даже, давайте сейчас поговорим о церкви, служим ли мы друг другу милосердним, хорошими делами, любим ли мы друг друга? Я знаю, люди служат, даже пастырь Даниил вот говорил, он благодарил тех, кто звонили ему и звонят, когда он поломал себе ногу. Это хорошо слышать. Но я, лично я, сидящий здесь, стоя вот здесь, я служу, или я прихожу в церковь, чтобы мне служили? Каждый человек может найти служение. Их много в церкви. Но сегодня я хочу поговорить об одном, об одном служении. И до этого я хотел бы привести пример. Сейчас в бизнесах, везде, по всей Америке, не только по Америке, по странам всем, если вы знаете, что это такое, это reviews. Когда ты приходишь куда-то и уходишь, ты можешь написать то, что ты подумал о ихнем бизнесе. И можешь написать что-то хорошее, которое принесет им пользу, и больше людей будут приходить за этого. Или что-то негативное, и будет людей отворачивать от бизнеса ихнего. У нас на работе это работает, и очень сильно работает. Люди, если что-то хотят, они всегда плохое что-то напишут, чтобы их как-то подманили, что-то хорошее. Ну ладно, это закрыт в тему. Но я заметил, что самое, что приходит, такая мелочевка, но плохой review, знаете, на что это? Это, что их встретили плохо. Это, что когда они зашли, им не улыбнулись и не сказали доброе утро или привет. Вот это самое, такая мелочевка, кажется, я машины чиню, я твою машину хорошо, идеально починил, все, они радуются, но они напишут, что меня встретили плохо, что меня не приняли с любовью. Я так подумал, а что говорить о церкви? Вот, я не говорю, что у нас эта проблема есть, я хочу просто, чтобы мы порассуждали. Вот если мы говорим о немане, или если мы говорим о этом мире, о тьме, то мы, если будем созывать свет, показывать свет, показывать им Иисуса Христа, говорить о Слове Божьем, то теперь эти люди захотят сюда идти. Правда ли это? Это правда, потому что они будут хотеть то, что у нас. Ну, а теперь, когда они заходят в нашу церковь, когда выйдя с нее, какое ревью они бы написали? У нас нет этих ревью, я задумался, какое они в ревью бы описали бы? Что меня встретили плохо или встретили хорошо? Что меня любовью обмотали, что меня обняли, что мне показали всю церковь, объяснили? Или они выйдет отсюда ожесточенными? Такой вопрос сегодня задать, задуматься. А если бы Иисус зашел бы в одежде человеческой, просто смиренный, какой он есть, зашел тихий, узнали бы мы его сегодня, встретили мы бы чужого человека, которого мы в первый раз в жизни видим в церкви своей, в Тильбюле, пришли бы, спросили, как дела, чем могу помочь, пришли бы в первый раз. А давайте еще дальше посмотрим, есть ли у вас нужда, одеты ли вы, теплые оделись, есть ли у вас курточка, сейчас холодно на улице. Иисус говорит, вы меня не одели, вы меня не накормили, вы меня не посетили. Мне говорят, ну как, мы тебя не видели. Нет, то, что самое малое среди вас. Сегодня я бы просто хотел бы, чтобы мы порассуждали об этом. И чтобы если, чтобы эта любовь отражалась с наших лиц, с наших уст, с наших мышлений, чтобы свет этот сиял, побеждал этот мир, любовь в Иисуса Христа. Да, если люди выберут смерть и ад, это их выбор, но чтобы мы делали свою часть. Мы верим в Иисуса Христа, который любящий, который открыл наши глаза, очистил нас. 1 Коринфлина 4,20 «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». В силе, в силе Писания, потому что мы верим и мы видим, что там происходит, как Иисус ходил, как Он поступал, ту любовь, которую Он показывал. Делаем ли это мы сегодня? Это не то, что мы можем проповедовать, но делами своими поступаем ли мы по Писанию. Слава Богу, братья и сестры, я здесь закончу. Но до молитвы у меня есть личная нужда. Ее не было, когда я приехал в церковь, мне позвонили и сказали, что моего отца Гену Петриенко забрали в больницу. Короче, с легкими, дышать не может, его увезли. Но нужда семейная. Я попросил у Игната, говорю, можно, я могу написать записку, но также могу попросить. Попросить. Потому что я верю, что мы семья. Мы молимся вместе, стоим вместе. Мы благодарим вместе. Мы свидетельствуем вместе. И славим Бога вместе. То теперь, давайте помолимся за исцеление. Ну и также, чтобы Бог начал открывать глаза людям, которые слепы. Там, где темнота, чтобы входил свет. Свет Божий, свет небесный, что показывал на крест. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Jesus. Я люблю тебя, Господи. Я не знаю, что это будет. Свет sky, Господи. Для Бога и Бога. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Открывайся нам, Господь мой Аллилуйя Аллилуйя Слава, 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 слава тебе и хвала, Господь мой Ты всемогущий Бог, Ты вездесущий Бог Бог тебе дается вся слава, вся хвала, честь и поклон, Господь мой Мы благодарим Тебя за благополучное время Мы благодарим Тебя за Слово Твое Мы благодарим Тебя за присутствие Твое в нашей жизни, Господь мой Мы благодарим Тебя за Дух Святой Мы благодарим Тебя, что Ты открыл наши глаза, когда мы ходили в тьме Ты принес свет в нашу жизнь Ты очистил наши сердца Господь мой, я прошу Тебя Дай, чтобы это свидетельство выходило за двери церкви Дай, чтобы наши семьи, Господь мой, провозглашали Твое святое имя Наша церковь славила Тебя Дай, чтобы наши дети с раннего возраста знали о том, что Ты велик Что Ты можешь делать чудеса Что Ты исцеляешь души и сердца Ты исцеляешь плоть, Господь мой О, Чисус Мы благодарим Тебя и славим И я прошу Тебя, Господь мой За этот мир Те, кто сейчас ходят, Господь мой Ходят и делают, или, может, делают нечистые дела И не только сегодня, но вообще, Господь мой, в этой жизни Я прошу Тебя, посылай нас к тем людям Чтобы мы могли свидетельствовать им и приносить этот свет Господь мой, дай, чтобы выбор был за ними Но чтобы мы донесли им слово и свет Твой, Господь мой И силу Твою Да будешь Ты прославлен, да будешь Ты возвеличен Принеси исцеление в наши дома У кого есть больные, Господь мой Много их Много их в церкви нашей Много их посреди, Господь мой христиан Я прошу Тебя, исцеляй Исцеляй тех, кто немощны в теле Исцеляй тех, кто немощны, Господь мой, спиритчал и духовно Исцеляй Аллилуйя, Господь мой Мы благодарим Тебя и славим И мы верим в Твое исцеление Мы верим, что Ты слышишь наши молитвы Мы верим в Тебя, который умер за нас и воскрес Слава Тебе, Господь мой Мы благодарим Тебя во веки вечны Отец и Дух Святой Аминь